Всем привет, дорогие друзья, с вами Катархон, и сегодня у нас Рим Тоталвар, ребятки, нет, 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 это Европа Тоталвар, ребятки, если быть точнее, Древний Рим, Золотой Век, от парадоксов, еще одна игрушка, замечательная, в принципе, по-своему, такая необычненькая, вышла она в 10-м году, если я не ошибаюсь, это примерненько так, и вот так вот у нас выглядит карта, карта, как видите, ну, ограниченная, очень достаточно ограниченная, реально маленькая, ну, что ж поделать, такой карты хотя бы уже хорошо, и, в принципе, можно немало, что здесь делать, несколько периодов, вот вы здесь их видите, от 474 года до 723, ребят, ну, здесь 723 год, как видите, здесь Египет силу представляет большое, римские мятежники, сам по себе Рим, вот вообще огромная, да, страна просто все и вся, Что ж, в целом, игра имеет свои механики, которых нету ни в каких больше других сериях, поэтому я ее не освоил еще до конца, я, конечно, пытался, посмотрел, что да как, это было интересно, давайте-ка начнем с Акарфаген, просто чистый смотр, не знаю пока насчет прохождения, ребят, во-первых, надо в ней освоиться, игра не из таких, что взял, все... Взял, сел и все просто Вот это звук, ребят Вот это звук Мне это сопровождение немножко заставило того Попереживать, что же это такое Давайте посмотрим на игру изнутри, на паузе Вот так вот выглядит физическая карта, вполне себе, видите, рельеф, местность, все красиво Есть политическая карта, ну, на которой, в принципе, основное время, как всегда, и будет проходить Карта регионов, как видите, несколько регионов, у которых свои, так скажем, эффекты, но о них чуть попозже, давайте-ка посмотрим Религиозная карта тоже присутствует, как видите, здесь римская религия, религия карфагенская Но тут, видите, религия не совсем в том смысле, к которой мы привыкли, хотя, вот видите, греческая Зороастризм, здесь шаманизм, здесь египетская, но в целом такие различные религии, которые можно применять Что ж, торговая карта, как видите, здесь, какие у нас ресурсы есть, показано, сколько их, сколько мы можем отправить В целом, по этой карте можно все достаточно неплохо оценить Ну и карта дипа, это, конечно же, отношения То есть, видите, Рим воюет здесь у нас с Грецией и с Эпиром Достаточно легко, знаете, победить, если уметь Побеждается очень-очень просто Государство Селевкидов с самого начала у нас, и, как видите, воюет с самого начала уже с Египтом Да, с Египтом уже с самого начала воюет В Египте тоже неплохая сила в начале, но против Селевкидов, конечно, будет еще то дело повоевать Но мы с вами же выбрали достаточно легкую, в данном смысле, страну для начала Хотя тоже надо правильно развиться, тогда все будет удачно Что ж, давайте-ка, перейдем к верхней панельке, потом уже к более таким узким менюшкам Обзор державы у нас тут, как видите, кто нами правит Есть семья, мать показывает, братья, все далее, далее, далее То есть, здесь есть в своем роде древо Вот это очень интересная задумка, к сожалению, она дальше не пошла Но, ну, показывайте, как само по себе Но, как бы она есть, все равно у нас в Европе, вы можете заметить, друг за другом следуют Как бы братья, либо дети, но сложно это понять А вот здесь все наглядно видно Есть у нее свои определенные, как видите, умения То есть, лично, состояние там, лидер торговой партии, храбрые черта То есть, крестоносцы здесь вспоминаются Стать великим полководцем, то есть, желает получить Семья какая тут пишется, сколько лет, военные умения, личное обаяние, мастерство В какой он состоит партия, популярность, его известность, лояльность, продажность Культура, религия, местонахождение, в общем, все-все-все-вся информация Можно даже историю прочитать, когда он родился, когда он стал суффектом, когда все остальное Можно ему даровать титул, как видите Известность его повысится Ну вот, можете, ну, известность 100%, в принципе, титулы по этому можно не раздавать Естественно, есть различные вещи, а-ля крестоносцы Но больше, ну, ужатые, но в целом тоже доступные Вкладка экономики выглядит банально Налоги, торговля, получение дани, расходы, содержание армии, армии, флота и выплата дани И все, очень легко и понятно Дипломатия нам показывает, какая у нас стабильность с вами Силу, как вы видите, правительство это показывает Восстание, он влияет на восстание При стабильности минус 3 нельзя объявлять войну Но в целом это все нам знакомо, да Плохие события также происходят чаще, когда стабильность отрицательна Это золото у нас пока с месячных очков исследований Тут есть исследования, хотя идут очень медленно И число рекрутов Это те свободные люди, которые могут призваться То есть, ну вот 55 тысяч, проще говоря, если сокращать То это 55 тысяч воинов Ну, то есть 55 юнитов Ну, в целом 1 к 1000 это как стандартно для всего, да Благородная репутация Военные мастерства, строительство, морское дело, управление Все это можно прокачать Военные альянсы у нас с нами девицами С ними же дань Естественно, враги у нас являются Рим и Египет И считаем угрозу для себя Египет и Челевкиды Можно по-разному действовать Против там различных стран Как видите, вот такая вот менюшка у нас с вами действий Как видите, одно требует что-то, другое что-то Некоторое нельзя Видите, поддерживать партия вас должна, чтобы что-то вы смогли сделать Видите, крыло Сенаторы против Мы не можем предложить дань Потребовать можем Предоставить проход Твойс тоже не можем Потому что сенаторы против Вот видите, сенаторы здесь влияют Кстати, видите, уже у некоторых есть какие-то идеи В то время как у нас их нету Ну, к этому вернемся Так, дальше у нас складка религия Как видите, у нас тут карфагенское Шанс на дачное знамение Можно принести жертву богам Деньги тратим, повышаем стабильность Ну, здесь система вот так построена Есть различные знамения и их шансы Как видите, здесь также мировые религии показаны Сколько у них провинций всего Какова сила этих религий Ну, это иудаизм, как видите, сила всех, наверное, больше Хотя провинций мало Можем молить и получить, видите, вот такие вот определенные бонусы Да, ну, не 100%, что мы их получим Поэтому надо быть все-таки аккуратнее Так как может это выйти бок А видите, вышли неудачные Очков исследуем минус 23,5 Да, целый год у нас будет отрицательно действовать Естественно, это неприятно Но что поделать Военное дело нам показывает Сколько мы тратим на содержание флота и армии Здесь нам показывают, какие у нас эскадры есть Какие армии нам предоставлены Об этом тоже попозже И флот Вот он выглядит у нас, флотик с вами А, здесь генерала выбрать Да, генерала не надо Пока Технология выглядит у нас вот таким вот, макарчиком Военное, морское, строительство, управление, религией Пять направлений В каждом свой человечек Который дает свои определенные вклады в это дело Видите Бастара Балагандит Вот этот вот Да, и вот так вроде бы завод Дает нам плюс 70 К роста Здесь плюс 80 Вот филосер Здесь плюс 90 Здесь плюс 50 А здесь плюс 90 тоже Видите, это помогает нам исследовать определенные технологии Очков исследования год всего 77 получается Видите, здесь каждая из этих вещей что-то свое дает Шансы назначения Судья дает другие там вещи То есть вот это вот все заставляет двигаться дальше Всякие добавочки Технологии нет Вот дерево технологического как такового здесь нету Ну это неудобно Ну что поделать Хотя бы как-то это Но помогает Увидеть, что мы следом династии Мы уже видели вкладку Вкладка правительства Как видите Суфет Следующий наследник Кто здесь Кто где расположен По очочкам Можем посмотреть Кто тут с суфетами следующими будет Здесь у нас расположение партии Кто за кого Как видите Четыре партии Популистская Гражданская Религиозная И военная Ну как видите Торговая партия И гражданская Имеет все больше положение Ну и популистская Принцип Хотя они все Принципы более-менее равны Если так посмотреть Можно назначить старейшин Различных людей Старейшин На принципе Видите Влияние на сенат увеличивает С том И стабильность уменьшает И прирост населения увеличивает Но в целом Так-то неплохо Инвалид Горбун Храбрый Очень странные такие Как видите Совмещение Ну что поделать В принципе Этот Шизофреник Вау Зачумленный Жестокий Странных людей нам предлагает Но здесь Порой почитаешь Так такие люди Что ужас просто Есть различные законы Закон о борьбе с расой Борьбе с пиратством Крититесь Определенные условия Нужны И они Определенные вещи Дают Что-то забирают Что-то дают Но при этом Везде тратится стабильность Ребят Вот это вот Неприятно Конечно же Ну что поделать Стабильность Все-таки Надо сохранять Ну видите Очень хорошо Здесь выглядит Вот это вот То есть Шанс на удачность За знамение увеличит Хотя Вымечает мощность Здесь просто Продажность Продажность Реально стоит Все-таки Качать Иначе Перекупят И потом Расплачиваетесь Задания и решения Задания вылетают Со временем И какие-то Они такие Интересные Порой Стандартные Организовать Постройку кораблей То есть Вы видите Стоимость технологии Уличится Но стоимость Триремы Постройок кораблей Уменьшится Положиться на наемников То есть У нас увеличится Число рекордов Время формирования Когорд уменьшится Но зато Организация армии Упадет Ну и такие Различные вещи Как видите Военную республику Можем Диктатуру Аристократов Демократ Взял конфедерацию И учредители Гладиаторские игры Ну для этого Надо есть Арены Иметь И популярность И военное умение На уровне Ну что ж Давайте-ка дальше Это персонажи Все персонажи Которые у нас Сами есть Кто Чем они занимаются Можете посмотреть Изучить И Какие цели У них увидеть И взаимодействовать С ними по-разному Как вы хотите Тут Стабильность Поражаются Рекруты Золото Очки Исследования Ежемесячные Ну тут В своем роде Тирания Показатель Бесчесть Ну это уже Знакомое Тирания Это если Плохо Так скажем Притеснять Граждан Вот плохо Это влияет На На так скажем Народ Массалия Кстати тоже В войне с Римом Вначале То есть Риму здесь Трудновато Но в целом Выживается легко Что ж Давайте-ка теперь Перейдем Вот к этим Давайте сначала Зачком Так Есть свободный А вот что Я пропустил Стать Где это было Вот что-то Я с вами Все равно Вроде бы Все просмотрели Но что-то Я пропустил Да Это делается Вроде бы Вначале Да Все вначале Обзор Дух Вот посмотришь Они все Приятные По-своему Но так как Вначале Войска Достаточно Легко Увидеть То что Их разнообразие Небольшое То из военных Как правило Берется все-таки Тяжелая пехота Более удобная По-моему Так Если из экономических То тут Ничего Интересно Время формирования Когорты Лишь Единственное Что можно увидеть Тут нам Свободные люди В граждан Идут Да Хорошая вещь Здесь Рост популярности Вот Рост популярности Правителя Однозначно Нужная вещь Божествление И берем С вами Дальше Наверное Все-таки Мощь знамений Нет Возьмем Все-таки Свободные люди В гражданство И вот Такой У нас Вид Приобрели Идейки Не используем Торговые пути Чуть попозже Ребят Возможно Восстание Доступно Нацрешение Но это мы уже Сами видели И возможно Колонизация Провинции Вот колонизация Провинции Ребят Это просто Что-то с чем-то Мы можем Колонизировать Области Граничащие Как минимум С одной из наших Провинций В которых при этом Население равно Как минимум 10 А уровень Цивилизованности Больше или равен 50 Ребят И вот тут Все начинается Просто Слаженная тень Потому что Как видите Граждан Сколько у нас Здесь 4 Надо 10 И вот это Заставляет Конечно же Порой Очень сильно Бомбить Потому что Реально сложно Набрать нужный народ И порой Вроде бы уже Готов колонизировать А нужен народ А без него Что-то ничего не идет Вот все Завязано на том Чтобы было больше людей Чтобы можно было Пробиться При этом Естественно Нужно еще Развитие Провинции Как эти Цивилизации Точнее Цивилизованность Со временем Она конечно же Увеличивается Но Все это Не так-то просто Ну Это попозже Я сам не до конца Разобрался в этой механике Поэтому Что-то с чем-то Так Внизу Как видите Есть вот такие вот Кнопочки Дипломатия Ну понятно Куда нас ведет Да Еще и близко Катара Строительство нам позволяет Вот эти вот Все Те вещи Которые есть Видите Аквидок Прирост населения Увеличивает Форум 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 Вот я не помню Что делает форум Вроде бы Как-то на Благополучие влияет В принципе Пока не можем Смотреть Что что дает Но зато Можете увидеть Все возможные Строительства В принципе Их немного Но Ничего страшно Можем в принципе Менять Как видите Провинция Где-то Смотрите Ирригация А где-то Шахты Ну это В зависимости От территории Где-то Можно и шахты И думаю Они приносить Достаточно много Будут Ну что Само по себе Логично Переход к столице Найти провинцию Строительства Формирования армии Как видите Мы можем нанять Ополчение Это стандартные войска Вот такие вот Цветиком У нас обозначены Наемные Ну думаю Все понятно Не раз видели Что да как У каждого Свои Так скажем Бонусы Против определенных Войнов Как видите Против ополчения И кавалерия Хорошо у нас Дерутся Тяжелые пехотинцы А вот Ополчение Против ополчения Хороша Так кое-как Держится Одиночку Или три Вот эти вот цифры Показывают Сколько содержания в месяц А это Сколько наниматься будет Ну естественно Судя по экономике Нам баланс Три шестьдесят пять Одну наемную когорту И мы все И мы визик Улетим Просто по сильному Естественно Такого лучше не допускать Также Есть свой уровень Содержания В провинции Неудобно Вот так смотреть Снабжение Пятьдесят два Максимальная численность Свойств Которые могут находиться То есть Видите Пятьдесят две тысячи Вполне себе Реальный уровень Ну что ж Давайте-ка Теперь перейдем К конке строительства Здесь у нас Чистокол уровень крепости Увеличивает Порт Как видите Местный торговый пути Увеличит А форум местный Да Тоже торговый путь Увеличит Отлично Доступны торговые порты Различные Которые нам будут Приносить свой бонус Сейчас посмотрим Зерно мы меняем на Соль К примеру Время фермерования Когорты уменьшается В этом месте Меняем на камень Оборона увеличивается На стол Меняем на слоны Появятся для найма Боевые слоны Доступны Камень уже понят Древесина Появятся Триремы и лучники Вино Риск восстания Меньшим Рыба Число рекрутов Увеличим Ткань Скорость постройки кораблей Видите То есть Ребят Реально Есть смысл Вот этим всем пользоваться Давайте-ка Поменяем на древесину Прирост Население у нас В Касиме Вырос Благодаря тому Что мы зерно поменяли И Касим Это у нас Кстати Что за территория Где-то рядышком Должна быть Вот она Да И Косим А Также будем получать 0.05 ежемесячно Добавочных Так еще и доступны Новые войска То есть Ребят Реально Смотрится Просто Великолепно То есть Теперь мы здесь Кстати Смотрите-ка Есть кнопочка Обзор города Смотрите Как прикольно Ребят Можно еще и город Обозреть Поближе Вот это вот Я только сейчас Заметил Честно До этого Почему-то Как-то не щелкало Сюда Ну что Мы уже добавили Сюда С вами В Карфаген Как вы помните Дело Давайте-ка Число рекрутов Теперь Пахнем Отлично И еще Из Карфагена Можем Отправить Ну-ка Дружочек Еще Можем Одну Отправить Вещь Давайте-ка Наверное В Турдетаны В Турдетаны Нельзя Тогда Не будем Мудрить Все-таки Поменяем На Табс На Соль Вот так Вот Делать Вот эти Торговые Пути Естественно Это очень Удобно Ребят Менять Есть Смысл Тут Можно Между Корсикой Вполне Между Соседними Да Между Корсикой Давайте-ка Махнемся Своя Ценность Товаров То есть Естественно Есть Смысл Менять Как Можно Подороже Так Здесь Камень Меняем На Турдетаны Да Вот такой Вот обмен Просто Ребят Реально Радует Естественно Я сейчас Делаю Достаточно Быстро Не особо Вот так Вот Вроде Б Задумываюсь Хотя Больше Уделять Этому Внимание Специи Религиозные Престиж Вообще Повышают Как Видите Вот Так Вот Раскидав Эти Торговые Пути Можно Реально Очень Много Всего Получить Реально Ребят Это Очень Много Даст Не Только Деньги Которые Сами По себе Конечно Нужны Но Еще Много Всего Остального Ткань Как Вы Здесь Можете Заметь Скорость Постройки Кораблей В принципе Давайте Махнем Ткань Здесь У нас Зерно Можем Поменять На Камень В принципе Вроде Все Все У нас С вами Остается Забитым Внутренний Только Торговый Путь Это Моя Ошибочка Несколько Территорий Осталось Незакрытых То Что Нет Доступных Внутренних Путей Ну Ничего Страшно Зерно На зерно Менять Потому Что Ребят Нельзя Вот В чем Система Вся Вот В чем Вся Соль Ну Вот Такого Торгового Пути Мы Распределили И доход У нас Экономика Стала Побольше Пока Не отображаются В принципе Но Видите Сколько Благодаря Торговым Путем Нам Прибавилось Реально Хорошее Количество Так Скажем Вещей Что Ж Боевые Слоны У нас По содержанию Стоит 0.2 В месяц Лучники 0.008 А Кстати Да Вроде бы Это же Не так Дорого Это За год Вроде бы Идет Содержание Воинов Я Что-то Ребят Вот Здесь Затупил Это Идет За год Содержание Это Стоимость Наема А Содержание Там Уже Совсем Другое Оно Не Такое Большое Вроде Если Не Ошибаюсь То Сейчас Надо Подождать Какое То Время И Доступны Станут Для Найма Многие Многие Вещи Три Ремки Хорошо Себе Смотрятся Модификаторов Никаких Содержания У них Конечно Не Дешевые Но Хотя Что-то Что Нам Ворчать Объявлять Войну Можем Без Особых Проблем Но Видеть Отсутствие Повода Убивают Так Скажем Все Эти Дела Но Поэтому Существует Дипломатия Которая Нам Позволяет Эти Поводы Так Скажем Находить Да Осквернить Святое Место Поддержать Повстанцев Объявить Войну Можем Подослать Запятнать Репутацию Снизить Лояльность Но Видите Все Это Влияет И на Нашего Правителя То есть Просто Так Ничего Нельзя Сделать Чтобы Что-то Сделать Надо Что-то Отдать Вот Это Звучит Немножко Конечно Странно Ребят Уж Простите Но В целом Это Так Объявлять Войну Можем Как говорится Мелким Странным Без Особых Проблем Относительно Но Все-таки Надо Быть Этим Аккуратнее Вот Так Налево И Направо Объявление Войны Конечно Будет Для нас С вами Плачевно Что ж Ну Давайте Запустим Время В принципе Болтологии Очень Много Ну Ребят Просто Захотелось Показать Вам Все Ага Колонизировать Тюжный Бери У нас Задание С вами Как Брак У нас Тут Происходит И нам Предлагает Иберитцев Колонизировать Ага Можем 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 Вот здесь Вот Но здесь Видите Нам Надо Привезти Войска И стать С варварами Разбираться Ребят Ребят Реально Не так То Легко Кстати Где Мы Тут Еще Можем Ага Можем Хоть Сюда Пойти Отлично Вот 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 Отлично Шестой Уровень Все Хорошо Ребят Ведем Тогда Вот эти Все Войска В тур Детаны И оттуда Уже Можно В тур Дут В тур Дулы Тем Шанс Орды Как видите Большие Я Не помню Точно Сколько Армии Но армия Влияет Очень Сильно Ребят Стартовый Опыт Классно Умирает Наш Губернатор И Вот Теперь Я еще Покажу Вам То Что Я До Этого Не Показал Это Губернатор Ребят В каждом Регионе Давайте Карту Регионов Откроем Есть Свой Губернатор Который Естественно Руководит Этим Регионом Что Логично И Дает Ему Свои Бонусы Киринаика У нас Вот Он Регион Нет Это Не Киринаика Я Немножко Совсем Ошибся С названием Да Называется Вот Она Да И Можем Назначать Сюда Мы Своих Губернаторов Я Очень Мало Этому Делил Время Но Все Таки Своих Губернаторов И Им Как Видите Назначать Людей Естественно Надо Здесь Выбирать Людей Более Менее Сносных В частности Управления И всего Остального Но Есть Успех Шпионских Нельзя Такого Допускать Упрямый Спокойный И Уверенный Ведь Это Больше Для Войск Подходит Сумасшедшего Естественно Сюда Кидать Нельзя Безрассудный Несносный Лидерство Глупый Так Желание А Бывший Правитель Два Бывших Правителя Кстати Интереснее Ко Зачумленный То есть Вот Ребят Когда Начинается Такой Выбор Конечно Здесь Просто Смотрите Он и оратор И при этом Скромный Скромный Оратор Странно Выглядит Но Все Так Такое Есть Поэтому Давайте Оставим Как Есть Скромный Оратор Как Это Сочетается Ребят Доходы У нас Растут С вами Доходы 403 Благодаря Торговым Путям Как Видите Ну и Везде Торговля Есть Везде Где надо Мы Торговлю Сами Развиваем Реально Вначале Стоит Заниматься Активно Колонизацией У нас Погибает Старейшина Которого Мы Сами Так Добротника Назначали Ну Видите К сожалению Погиб Глупо Несносный Безрассудный Так Закон О дурных Предзнаменованиях У нас Так И остался Ну и Новых законов Нет Ребяток Можно менять На технологии Но в целом Стретика Расселяются Здесь Варвары Как видите То есть Ребятки Не сидят На месте Как вы понимаете Они тоже Двигаются Так Объединяем Эту Очень Достаточно Неплохую Армию И назначаем Здесь Генерала Так Жестокий Неприметный Но он Хорош По умениям По личному Беню По мастерству По военке Ему Здесь равных Нету Поэтому Ставим Его военным И в турдул Ведем Число Сенаторов Увеличивается На 5 Как вы видите Здесь у нас Есть такая Вещь А здесь У нас Дипломатия Да Принимаем Предложение Прирост Населения Торговли Здесь строится На том Что вы Ребят Какой-то Товар Отправляете Соседям Своим И при этом Получаете Благодаря этому Больше денег Чем если вы Между собой Торгуете Это очень Удобно Ребят Молить Богов И знамения Вот видите Знамение Прошло Нам надо Заново Опять молить Иначе Проблемы Будут Как видите В том Что В том Что у нас Там Партия Какая-то Получает Больше Власти Шансов Как видите Очень мало Это конечно Жене Приятно Но никто Нам не мешает Попытаться Еще раз И конечно Жим опять Терпим Неудачу Потому что Слишком Малая У нас Мощь Что ж Чтобы с фарварами Разобраться Я уже даже Не помню Что надо Делать Вот Сейчас Вопрос Что с ним Надо Делать Давайте Сюда Так Кваровская Примена Вот Чтобы Не можно Было Основать Колонию Ага Все Вот В чем Дело Тут Надо Чтобы Они Напали Надо Разделять Войска Да Ребят Просто Я забыл Об этом То есть Надо Войск Оставить Как можно Меньше И тогда Они Нападут Так У нас Здесь Вылез Модификатор Какой-то Как видите Когда Вот Входят Маленькие Армии Туда То Они Восстают Как правило Армия Должна Быть Ну Меньше Или Равна Да В данном Случа Меньше Должна Быть Как видите Вот Есть Отлично Напали И видите Они Выигрывают Потому Что Их Слишком Много Так Доход От Налогов Победили Вот Ребята Видите Не успел Ребята Я К сожалению Чуть Прийти Вот Эта Вот система Отлично Победили Варваров Остался У них Один Уровень Лишь Так У нас Получается Риск Восстания Доход От Налогов Ага Давайте Рискнем Отлично Колонизировать Теперь Можем Это Дело И Можно Не особо Опасаться Сюда Поставить Войска Сейчас Как видите Благосклонны К персонажу То есть Тут может быть Восстание Ребят Когда у вас Ой Благосклонность К кому-то Перепадет Это неудобно Но они Такой вот Может быть Так Как видите Здесь напали Варвары Четыре Подразделения Варваров Оспешно Основалась У нас Новая Колония Здесь Наши Войска Выигрывает Варваров Хотя Не так То И легко Орда Образовалась И видите Восстание Варваров Отлично Мы успели Его поднять И Мощь Варваров Здесь Все равно Осталась Так Можем Здесь Создать Торговый Путь Отлично А Не Не с кем К сожалению Ни с кем Ни с кем Ни с кем Вот Такая Вот Образ Идет Колонизация Как Видите Это Конечно Не Очень Удобно Но Все Так Смотрите Вот Теперь Варвары Нападают Все Время Все Дело В том Что Они Вот Здесь Организовали Орду Могут Со Временем Организовать Орду Что Будет Очень Плохо И Тогда Нападение Варваров Будут Вообще Просто Очень Очень Частыми Ребят Поэтому Все Таки Надо Быть Аккуратнее Иначе Иначе Будет Очень Много Проблем Так Как Видите В наши Руки Попал 0,4 Раба И 1,4 Денег Мне Интересно Как 0,4 Врага Могли Быть Попасть Мы Что В своем Роде Ребят Расчленили Его И Напали Расчленного Взяли Это Очень Конечно Так Выглядит Странно Ну Что Поделать Так Что Здесь Надо Человечка Давайте Ка Отлично Судья То есть Доходы Нам Здесь Выросли Вот Такой Видик Ребят Как Видите За Это Время Рим Побеждает Эпир Аэпир Дальше Расширяется Война Здесь Египта С Левки Да В принципе Без Особых Проблем Товареют Ребятки Что Интересно Тут Вроде Бы Сразу Захватываются И Быстро Переходят Провинции Ну То Так Объявляем Войну И Получаем Единичку Бесчесть Бесчесть Я Так К оружию Отправляем И Война У нас Умирает Сменяется Партия Кстати Правящая Партия Дает нам Как видите Свои Бонусы Нападаем Здесь На врага Я не знаю Удаст ли Нам Победить Но Да Глупый Вопрос Был Победили И без Проблем Та Ага Мечтает Садить Губернатором Давайте Назначим Губернатором Популистам Мне они нравятся Подчиняемся Так Губернатор Как видите Ну медиа Подумают о независимости Он может восстать Есть повод войны С Лузитанами Мы в принципе С ними и воюем С вами сейчас Война идет Возможно Восстание Вот видите Вот ребят Сколько всего Интересного Да И сколько Неудач Как правило Летит Погибли К сожалению У нас Люди Хорошие На Так Здесь Морское дело Вот еще бы Вспомнить Что куда И как Кидать Это не Все так Ребят Слишком много Модификаторов Порой так Задумаешься А какой бы сюда Воткнуть Кого бы сюда Затащить Кто бы здесь Был лучше Порой Так Экономика Ага Колонизировать Южную Бери Отлично То есть Колонизировав Южную Бери Мы получим Такие хорошие Бонусы С вами Сколько здесь Четыре подразделения Так Опять Что-то у нас Вылетают А у нас Правитель Сдох Ребят Я смотрю И не пойму Че же не то Правитель же Погиб Вот в чем Все дело Ребят Как погибает Правитель В принципе Дальше Все идет Очень Плачевно Как правило Как правило Дальше Начинаются Очень большие Проблемы Потому что Новый правитель Как правило Всегда Достаточно Слаб По-своему Так Теперь бы Вопрос Как замириться Здесь клавиша Мира Не очень удобно Расположена И для этого Надо в дипломатию Залезать Ребят Так Дипломатия Лузитаны Дипломатия Так Лузитаны Вот они Предлагаем Мир Присоединить Отлично Присоединили Отлично Вот так Война Ребят Проходит В принципе Достаточно Так Легко И просто Мы с вами Получили Очень Хорошую Территорию Ну что ж Ребят Вот такая Вот игрушка Я не знаю В принципе Интересно Я не скажу Что она Зацепит На очень Долгое Можно найти Реально Ребят Здесь по-моему Очень много Интересненького Вполне Для себя Можно отыскать Ну что ж Не знаю Может быть И будет Прохождение В ближайшее Время Если я Найду Все-таки Интересную Идею И смогу Понять Поглубже Те азы Которые Я сейчас Рассказал Коротко И надеюсь Более-менее Вам понятно Показал Где что Как Чего Как вести Война Как здесь Мириться И что такое Вообще Ребят Варвары Ну что ж Всем большое За просмотр Не забываем Ставить лайки Комментировать Конечно Оставляйте Свои пожелания Какие-нибудь Советы Если у вас есть Может быть Вы сайт Не подскажете Где есть инструкции Буду за это Вам очень Очень благодарен Ну а теперь Пока И до скорых Встреч